Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим. Течение Гольфстрим может исчезнуть. Климатический обзор за неделю. Пример доброты и человечности из провинции Сюйчжоу в Китае. Как мы реагируем в различных жизненных ситуациях. Гольфстрим – это теплое морское течение в Атлантическом океане. Зарождается в Мексиканском заливе рядом с экватором, а затем перемещается вдоль побережья США через северную часть Атлантического океана и достигает северо-запада Европы. Это целая система теплых течений. Длина Гольфстрима охватывает расстояние в 10 тысяч километров, ширина – 150-200 километров, а толщина потока составляет 700-800 метров. Масса воды в Гольфстрим сопоставима с массой всех рек текущих по суше. Объем воды доходит до 25 миллионов кубических метров в секунду. Течение, благодаря его ярко-синему цвету, заметно выделяется на фоне зеленого и серого цвета воды океана. Благодаря течению Гольфстрим в северную Европу приходит много тепла, и зимой температура на 15-20 градусов по Цельсию выше, чем в других странах той же широты. По этой же причине морские порты на побережье Норвегии и российский северный порт Мурманс свободны от льда круглый год, а зима в городах Лондон и Париж теплее, чем на юге Лабрадора. Климат значительно меняется на планете вдоль следования течения Гольфстрим. В последнее время все чаще появляются сообщения ученых о том, что течение Гольфстрим замедляется и изменяет свое направление, а вскоре и вовсе может остановиться. Исследователи заявляют, что в связи с таянием ледников Гренландии в северные воды Атлантического океана поступает много пресной воды, которая имеет тенденцию держаться у поверхности благодаря меньшей, чем у соленой воды, плотности, нарушая тем самым баланс огромного течения. Это повлечет за собой резкое похолодание в Западной Европе и на восточном побережье Северной Америки. В следующих выпусках мы расскажем подробнее о течении Гольфстрим. Оставайтесь с нами. 7 октября. В результате шторма Нейт, обрушившегося на Центральную Америку со скоростью до 47 метров в секунду, пострадали свыше 50 человек. В течение дня на планете было зафиксировано 273 землетрясения. Из них 47 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,4. 8 октября. США. Ураган первой категории Нейт вызвал наводнение в городе Белокси, в штате Миссисипи. На западе штатов Южная и Северная Каролина пронеслись 22 торнадо. Эвакуированы тысячи человек. Россия. В результате обильных дождей в Зеленоградском округе Калининградской области подтопило улицы. Введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня на планете было зафиксировано 280 землетрясений. Из них 48 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,3. 9 октября. ЮАР. В провинциях Мпумаланга, Гаутенг и Фристейт пронеслось 6 смерчей. Это новый рекордный показатель по количеству торнадо за один день в Африке. В городе Йоханнесбург прошел сильный штурм. В городе Дурбан в результате сильного дождя были затоплены улицы. Португалия. В центральных районах страны возникли лесные пожары. США. В городе Денвер, штата Калорадо, произошел аномальный перепад температур. 7 октября в городе температура воздуха составляла 26 градусов по Цельсию. В течение дня на планете было зафиксировано 381 землетрясение. Из них 68 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,7. Примеры проявления доброты и человечности. В китайской провинции Сюйчжоу 19-летний студент Сэсюй несколько лет помогал другу Чжанчи, который из-за мышечной дистрофии не мог самостоятельно передвигаться. Каждый день Сэсюй носил друга на учебу и домой, помогал ему на занятиях, а также с домашними делами. Видя вдохновляющий пример товарища, одноклассники тоже начали проявлять заботу о Чжане, который, в свою очередь, стал первым по успеваемости учеником в их группе. Как говорится в книге Анастасии Новых «Сэнсэй Исконной Шамбалы», часть первая, «Думать о хорошем надо чаще. Добро людям делать. Глядишь, и мир вокруг изменится. По крайней мере, в твоем понимании. А твое понимание — это и есть твой настоящий мир». 10 октября. Вьетнам. Дожди, принесенные тропической депрессией, вызвали сильные наводнения и сошедствия оползней в северо-западных и центральных районах страны. Повреждены более 30 тысяч домов. Более 17 тысяч человек были эвакуированы. В течение дня на планете было зафиксировано 405 землетрясений. Из них 54 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,7. В течение дня на планете было зафиксировано 333 землетрясения. Из них 51 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,3. 12 октября. Таиланд. Сильные дожди привели к мощным паводкам в городе Чиангмай на севере страны. Бразилия. Бразилия. От сильного ветра пострадали муниципалитеты Клевеландия, Мариополис и город Патубран. Повреждены более сотни зданий. Оборваны линии электропередач и сломаны десятки деревьев. Боливия. Шторм с градом обрушились на город Сукре. США. В округе Кламакас, штате Орегон, пронесся торнадо. ЮАР. В городе Кейптаун, западокапской провинции, возник лесной пожар. В течение дня на планете было зафиксировано 367 землетрясений. Из них 66 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,7. У Бога нет лучшего жилища на Земле, чем чистая душа. Пифагор. 13 октября. Филиппины. Тропический шторм Адетт со скоростью ветра до 25 метров в секунду обрушился на север филиппинского острова Лусон. Вьетнам. Проливной дождь вызвал наводнение на улицах города Хо Ши Мин. Россия. В городе Санкт-Петербург за 5 дней выпало 70% месячной нормы осадков. В течение дня на планете было зафиксировано 320 землетрясений. Из них 53 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5 целых. В последнее время наблюдается заметное падение уровня воды во многих крупных озерах. Так, в 2016 году в Боливии испарилось минеральное озеро Паопо площадью 1300 квадратных километров. С 1979 года со скоростью 7 сантиметров в год милеет Каспийское море. Ученые предполагают, что такими темпами северная часть моря исчезнет в ближайшие 75 лет. Причину они видят в глобальном потеплении, которое усиливает процесс испарения воды. Считается, что высыхание морей усиливает вулканическую активность. Например, Средиземное море в период Мессинского пика солености высыхало и наполнялось 8 раз. Испаряясь, вода помогала ослабить давление на земную поверхность, что могло вызвать всплески вулканической активности. В штате Калифорния в США непрекращающиеся лесные пожары распространились на 77 тысяч гектаров. Пострадали 808 человек. Эвакуированы 20 тысяч жителей. Разрушено более 3,5 тысяч зданий. Полностью выгорел город Санта-Роза. Этот пожар стал крупнейшим в штате за последние 84 года. За прошедшую неделю первый снег выпал в нескольких населенных пунктах. В течение недели крупный и аномальный град прошел в нескольких городах и странах. На протяжении недели в стадии извержения находилось 35 вулканов. Вулкан Симуэ в Японии 12 октября 2017 года извергся впервые за последние 6 лет. Пеплопады выпали в 4 городах, расположенных вблизи вулкана. В течение недели произошло 376 землетрясений в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 километров. Наиболее активными были вулканы Акьяр-Лар в Турции, Клир-Лейк и гора Мамот в Калифорнии, Крисювик в Исландии. Также произошло 22 землетрясения в 20 километрах от кальдеры Йеллоустоун с максимальной магнитудой 1,7. Всего за неделю более 19 тысяч человек стали климатическими беженцами. В своих видео мы постоянно призываем к объединению и говорим о важности объединения, что только объединившись мы, люди, способны пережить надвигающиеся катаклизмы. Давайте сейчас со стороны посмотрим на то, как мы реагируем в различных ситуациях, на различных людей, что говорим и каким мыслям отдаем предпочтение. Давайте вспомним, как реагируем, когда нам наступают на ногу или ненароком толкают в общественном транспорте. Как мы реагируем, когда не уступают места на дороге. Подрезаем. Также давайте вспомним схожие случаи в нашей жизни. А затем давайте самостоятельно задумаемся о том, сможем ли мы оставаться человеком и помогать другим людям, когда будет объявлена срочная эвакуация в связи с возникшим стихийным бедствием. Сможем ли мы протянуть руку помощи, когда наступит массовая спешка? Это очень важные моменты. И важно честно ответить себе в этом. Только понаблюдав за собой, можно увидеть, что без ежедневного наблюдения за собой, без ежедневного контроля за мыслями, словами, возникающими реакциями в сознании и поведении не получится реагировать по-человечески, мудро поступать в возникших ситуациях. Для этого необходим опыт воспитания себя как личности. Важно быть примером для окружающих. Ведь, глядя на нас, окружающие люди считывают модель поведения и поступают в соответствии с этим. Выбор за каждым из нас. Объединение людей — залог выживания человечества. Как говорится в книге Анастасии Новых, «Птицы и камень и склонные шамбалы», человек по жизни точно бежит через лес, кишащий мыслями материального начала. И в этом лесу очень много уловок, зацепок, расставленных сетей, вырытых ям. Но человек должен бежать с открытыми глазами, должен учиться уклоняться и видеть эти ловушки, понимать, что всё это не его. Решать проблемы, безусловно, нужно, но не превращать их в смысл своего существования. И главное, что бы ни случилось, как бы тебя ни кидало из проблемы в проблему, важно всегда оставаться человеком. Потому что любая твоя заморочка по жизни — это в первую очередь не что иное, как проверка на твою животную вшивость. Поэтому духовно устойчивому человеку просто наплевать на то, что у него периодически возникают те или иные сложности. Он с ними справляется, но не допускает их порабощающего главенства в мыслях. А глупый человек поддаётся на эту провокацию своего животного и позволяет себя вести как ослика на подвешенную перед ним морковку, даже не замечая, что приближается к краю пропасти. Так что по существу любая внешняя проблема, которую ты серьёзно воспринял, есть твоя внутренняя проблема, личный внутренний конфликт между тобой и твоим животным. Всё в тебе. Живи по-доброму, по-хорошему, с Богом в душе. Ничего не делай плохого, даже если тебе это невыгодно. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatradefisscience.org и в докладе учёных AllatRa Science. О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.